Дворовая и прилегающая площадь территориального центра социального обслуживания населения Пинска. Снега здесь еще предостаточно. И хоть он и тает, не лишне его убрать. Сделать это были не против пенчане, которые сегодня состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Предложения милиционеров поддержали, тем более, как в известном фильме, потрудиться предлагалось не в песчаном карьере или на цементном заводе, а поработать не особенно напрягается всего пару часов лопатой на свежем воздухе. На учете уголовно-исполнительной инспекции Пинского УГВД состоят 988 лиц, освободившихся с мест лишения свободы. Но не все данные лица являются злостными нарушителями общественного порядка. Одним из основных факторов сотрудников уголовно-исполнительной инспекции Пинского УГВД является воспитательная и профилактическая работа с данной категорией лиц. Это привлечение их в трудовую и общественную деятельность на благо общества. Согласился помочь в наведении порядка и Михаил Марков. Мужчина с богатым криминальным прошлым. Не единожды судим, в том числе за угон, вооруженный разбой. Когда-то был рикетером, а сейчас нигде не работает. Я сам родом с Борисова. Здесь в Пинске лет 15, наверное, живу. Квартиру купили сожительницей. 27 лет строгого режима отсидел. Я просто потерял эти годы. Просто потерял. А сейчас вот становлюсь на пути исправления. Как раз для этого стоит поучаствовать в таком трудовом десанте. Что, признается и Михаил, делает еще из чувства уважения к сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции. Есть и благодарность им за то, что не раз помогали мужчине, когда настроился вести новую жизнь. Милиционер. Я в детстве смотрел фильмы за милицию. Я болел. Как вы думаете, за кого? Конечно, за милицию. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции оказывают всяческую поддержку всем, кто готов стать на путь исправления и стараются найти контакт с каждым, кто освободился из мест лишения свободы. Благодаря чему налаживаются такие конструктивные и доверительные взаимоотношения. Потому сразу откликнулись на предложение помочь в уборке снега. Здесь все лица, подчеркиваю, добровольно, то есть никого принудительно здесь не заставляют, ничего. Им предложили оказать посильную помощь. Трудовая деятельность их сподвинет на, скажем так, на хорошие поступки и в дальнейшем они будут задумываться, что они полезны данному обществу. Зачем из-под палки? Кто нас в палки будет гонять? Из-под палки никто не зайдет сюда. Просто мы уважаем этих людей. Подобные мероприятия с привлечением желающих потрудиться на пользу городу и его жителям в уголовно-исполнительной инспекции планируется проводить и в будущем. Есть еще немало мест и точек приложения сил.